Всем огромный привет, дорогие мои подписчики! Сегодня будет обзорчик заказа Фаберлик. Снимала некоторые видео и многим понравились вот такие замечательные мои зайки с клубникой. Поэтому иногда они будут присутствовать в моих видео и будут передавать вам привет. Итак, давайте начнем. Заказала впервые вот такое вот чистящее средство для ванны. И по совету многих своих знакомых, которые уже его использовали. Сама не брала еще ни разу, потому что, честно говоря, не надеюсь, что оно будет убирать ржавчину. У нас очень такая ржавая вода бежит и подтеки вот эти вот ржавые, ну прям вообще, я не знаю, ничем не удаляются. Таким очень многими средствами не удаляются. Я пользуюсь часто вот утенком, но обещали, прям говорили, это средство удаляет ржавчину. Поэтому проверю, посмотрю. Если же, конечно, оно при нанесении, вот допустим, утенка наносишь и не нужно там до умопомрачения тереть, просто смываешь водой, ну вот буквально там пару секунд щеткой и все, смывается у меня ржавчина. Если же это средство будет такое, конечно, я буду им пользоваться с превеликим удовольствием. Далее у меня два любимых кондиционера. Очень люблю кондиционеры от Фаберлик, они мне очень нравятся по цене и по своим качествам, по ароматам также. Один из любимых вот этот вот, как он называется, с цветами какими-то, так, с аромокапсулами. А что-то тут даже не написано, с чем он, но нарисована орхидея, наверное, с орхидеей. Очень приятный такой свежий аромат, и мне нравится, когда на белье тоже остается аромат от использования кондиционера. Также один из любимых ароматов это вот этот вот. Почему здесь не написано, с чем он, тоже с аромокапсулами. Что за цветочки, даже я не знаю. Вот это, конечно, тоже как-то некрасиво. Вот грешит Фаберлик, я не знаю, почему так вот плохо наклеена этикетка, прям неприятно немного. В общем, ладно. Тоже классный аромат. Вот даже не могу сказать, какой мне больше нравится, либо этот, либо тот. Чередую, иногда хочется залить этого, иногда тот. Вот, поэтому, вот это, по-моему, новиночка у них. Я не эксперт Фаберлик, но бывает, заказываю. Нравится, дружу я с Фаберликом в этом плане. Очень особенно нравится вот этот дом Фаберлик. Многие средства, вернее сказать, нравятся. Есть, конечно, которые вообще не подходят для меня. Так, далее, две каких-то новиночки. Не знаю, насколько они новиночки. Они новиночки для меня. Это вот такой вот персальный жидкий спрей пятновыводитель. Ну, тоже посоветовал, причем не блогеров, а своих девчонок, своих подруг, своих знакомых. Очень надеюсь, что будет тоже работать хорошо, удобно, эффективно написано для воротников, манжетов. В принципе, я и взяла для рубашек мужа, потому что носит на работу он у меня рубашки. Мне кажется, это будет очень удобно. Ну, самое главное, на самом деле, чтобы это средство работало. А вот, а уже удобно, неудобно, это второй план. Далее, вот это, мне кажется, точно новиночка каталога. Это водный спрей-антистатик для текстильных изделий без запаха. Снимает статическое, электрическое, подходит для всех видов ткани, без спиртов и пропиленов. Что-то как-то так. Кстати, еще его я не потестировала. Знаете, есть такой легкий и приятный аромат. Это не тот аромат термоядерный наших каких-то российских дешевых антистатиков. Также очень надеюсь, что он будет работать. Если кто-то брал эти средства, девчата, мальчишки, напишите, подскажите, как лучше ими пользоваться. Потому что иногда, ну, сами знаете, по инструкции, иногда мы обходим инструкции и есть свои какие-то фишки в использовании, а как средство работает лучше. Очень довольна этими средствами будем пользоваться. Прямо сегодня уже и начну. Далее у меня два геля для душа. Они тоже шли, по-моему, в общем, со скидками при покупке двух. Вот этот просто бомбезный. Понравился мне. Он очень-очень. Вишневый конфитюр. 250, наверное, миллилитров, я думаю. Прикольно написано, лакомство для тела. Ноль калорий. А, 200 даже миллилитров. Небольшой совсем. Обожаю. Вы знаете, это абсолютный аромат вишневого варенья. Вот именно варенье. Супер класс. Вишневое варенье. Одно мое из самых любимых. Поэтому, конечно, я думаю, что этот гель станет моим любимчиком. Фаберлик. А вот такой вот гель немного разочаровалась. Я его еще не брала ни разу. Мятный шоколад. Это крем-гель для душа. Ну, как разочаровалась. На первый, скажем так, взгляд, не взгляд. Ну, просто как-то вот по запаху он смешивается. Действительно, именно вот прям шоколад. Вот знаете, как здесь нарисованный. Не горький шоколад, не молочный, а шоколад с зефиркой. Вот зефир в шоколаде. Вот этот вот аромат в этом геле. И мята. Чего-то как-то, как будто вот не складываются они вместе. Ну, не знаю. И посмотрю, конечно, как он раскроется. В самом душе. Под водичкой. Может быть, и наоборот понравится. Как-то вот непонятно. Что-то нравится и в то же время что-то отталкивает. Вот. Ну, в любом случае, все услышите. Все мое мнение и мой отзыв уже потом в пустых баночках. Так, следующее, что я заказала. Это вот такое мыло для Алешки. Астронавтик. Очень понравилась упаковка. Жидкое мыло для детей. Голубая планета. Такой прикольный там чудик нарисован. Вот. Здесь 270 миллилитров. Голубая планета. Земля. Это наш дом. Прежде чем выйти в открытый космос, не забыть помыть руки. Ну, классно. Мне нравятся такие вещи для детей. Три плюсик стоит. Вчера мы с Алешкой, конечно же, уже протестировали. Руки не мыли. Просто аромат. Аромат вкусных каких-то леденечков. Мятных, немного мятных, сладеньких. Даже не знаю, что здесь в составе. Но очень понравилось. Очень вкусный аромат. Уже сегодня поставим в ванную комнату. И будем с удовольствием пользоваться. Может быть, и я даже несколько разиков испробую. Вот. Далее. Также для Алешки заказала две вот таких вот зубных пасточки. Тоже из этой же серии. Астронавтик. Здесь пометка стоит 6+. Приятный аромат. Такой вот, знаете, как типа в дракошке пасте. 50 мл. И такая же паста тоже. А, вот, кстати, смотрите-ка. Здесь три плюсик стоит. Ничего себе разница какая. Интересно, в чем у них разница. Так, создан он для детей. Подходит для всей семьи. Одобрено родительским комитетом Фаберлик. Так, в принципе, все одинаково. На обеих написано безопасно при случайном проглатывании. Сорбитол, сорбитол, глицерин, аква. Да, с первых два состава идет одинаковых. А потом маленечко разный. Ну, видимо, в чем-то все-таки есть у них разница. И вот эта зубная паста по своему аромату понравилась нам больше. Здесь бананчик. Вообще классно. Леша уже не в терпешку. Он мне вчера, мама, все, зубы чистить. Давай, говорит, мне банановое. Говорю, зай, давай мы сначала с тобой доиспользуем те, что есть. Потому что там, ну, достаточно, как бы, знаете, начатых паст. Наверное, штуки три или четыре. Ну, куда еще больше. Говорю, давай, вот, не забывай по утрам. Вечером мы всегда чистим зубы, по утрам иногда. Когда всем с утра на работу, в спешке бывает. Ну, честно говоря, и забываем почистить зубки. Поэтому, теперь, чтобы быстрее пасты закончились, будем обязательно чистить из утра и вечера. Далее, также заказала себе две вот таких вот пасточки. Ну, как себе и мужу, да, взрослым. Лечебные травы. Они потому что тоже шли, что-то как вроде, с неплохой скидочкой. По-моему, по 75 рублей. Кислородная профилактическая. Вот это отбеливание. А вот это лечебные травы. В общем, я обрала эти пасты уже, но очень-очень давно. И, честно говоря, даже уже не могу сказать, хорошие они или так себе. Попробую, в пустышках где-то расскажу. Здесь запечатано. Пахнет совсем чуть-чуть так, немножечко. Ну, это, я думаю, то же самое. Так же она выглядит. Кислородная профилактическая. Тройное действие. 75 миллилитров. Конечно же, запечатано. Вот это пахнет больше, доносится такой, знаете, аромат уже лекарственно больше. А здесь такой мятненький. А там лекарственные. Вот. Ну, я думаю, будут хорошие пасты. А практически последнее, что я вам покажу. Я заказала вот такую вот тушь. Так, ты будешь у меня фокусироваться? Ну, она просто такая вот сама блестящая и немного отсвечивает. Фаберлик. Экспресс Волюм. Маскара. По-моему, она была объемная, потому что я люблю туши больше объемные, чем длину. Кисточка мне там понравилась, кстати. Давайте откроем, посмотрим. А что-то я не пойму. А вот что значит, что, блин, вот что значит, не пойму. И она что, открыта? А, вот здесь, наверное. Просто, ну, кто Эйвен покупает, знает. У нас-то она прям вся запечатанная. А здесь, походу, только вот эта вот вещь. Да. Да, только вот на такой вот защипочке. Интересно, тут срок годности-то хоть есть? Ладно, я потом все это дело проверю. Вот такая кисточка. Мне кажется, должна быть классная. Видно? В общем, посмотрим, проверим. И смотрите, вот обычно бывают новые туши вытаскиваешь, и оттуда сразу вылезает неимоверное количество туши. А здесь такой, получается, хороший, как он называется-то. Блин, вылетел из головы. Вот когда вот под конец так, хоп, блин. Напишите, реально вылетел из головы. Распределитель? Нет, не распределитель. В общем, ладно, забыла. Надеюсь, что эта тушка понравится. Будем красивыми, с белыми зубками. Еще я заказала в Фаберлик, там такая была сыворотка для ресничек, но почему-то она мне не пришла. Ну, как всегда, наверное. Ну, бывает, да, что какие-то товары на данный момент нет на этом складе. Такой был у меня заказ. Надеюсь, он вам очень понравился. Пишите комментарии. Давайте пообщаемся. Все, всем пока-пока. Хорошего настроения и удачного дня. До новых встреч. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Субтитры сделал DimaTorzok